Спонсором водной части нашей пешеводной поисковой экспедиции на перевал Дятлова является питерская компания Тайм Триал. Они предоставили нам плавсредство по Крафт Спутник 2 и сделали его с учетом наших пожеланий специально для сплава по верховьям Лозьвы, очень труднодоступного участка Таежного Северного Урала, где обилие острых камней, коряг, завалов. Мы попросили сделать по Крафт двухкамерным с двумя клапанами для безопасности, так как надувное дно брать не будем с целью облегчения веса рюкзаков. Также по нашей просьбе нам сделали коленные упоры, стропы по бортам, держатели для весел. Для облегчения веса именно на Северный Урал мы не будем брать рюкзак, в котором переносит по Крафт дека-юбку, которая крепится поверх по Крафта и предохраняет от брызг влаги дождя. Именно в этом походе это лишнее. Лодка очень маневренная, но главное ее достоинство, это несомненно ее вес. Помимо самого по Крафта, нам компания Тайм Триал еще прислала два спас-жилета и весла. Так вот, все это снаряжение весит всего 7 килограмм. Сам по Крафт, весла, сидушки, спас-жилеты, насос в виде мешка. Именно 7 килограмм я дополнительно понесу в своем рюкзаке. С началом производства по Крафтов, я считаю, открылась новая эра пешеводных походов. Именно из-за возможности переноски плавсредства на большие расстояния. Огромное количество маршрутов, которые раньше были нам недоступны, теперь доступны. Мы понесем по Крафт в рюкзаке через перевал Дятлова, вокруг вершины от Артен до Верховьев-Лозьвы, а это более 100 километров. Я даже представить себе не могу решение этой задачи с помощью каких-нибудь тяжелых катамаранов, байдарок, лодок ПВХ или тем более резиновых. Это просто нереально. При помощи по Крафта у нас появилась возможность посетить бывший участок 2-й Северный и 41-й квартал, откуда в 1959 году стартовала группа Игоря Дятлова, и где, по мнению некоторых исследователей, они что-то искали. То, что вы видите сейчас на экране, это мы тестируем по Крафт в Горной Шории во второй половине мая 2021 года. Нам нужно освоить лодку, выработать синхронность и слаженность наших движений веслами, так как придется маневрировать на хорошем течении Лозьвы между препятствиями. Там много завалов. Вообще раньше у нас не было опыта прохождения водных участков на подобных плавсредствах. И в принципе, в течение первого часа мы нормально освоили по Крафт, стали уверенно держаться на воде. Было несколько препятствий, которые приходилось обходить в последний момент, когда мы их видели. И мы неплохо с этим справились. Вообще мы были приятно удивлены маневренностью по Крафта Спутник 2. Изначально казалось, что при течении это легкое плавсредство будет сильно колбасить, будет трудно им управлять, но мы были не правы. Все оказалось намного проще. Тут главное приспособиться, научиться работать веслами. Сильно подробно сейчас я не буду рассказывать об этом уникальном плавсредстве. Просто оставлю ссылку в описании. Кому будет интересно посмотреть технические характеристики по Крафта Спутник 2 от компании Тайм Триал, можете перейти по этой ссылке и посмотреть, поизучать, кому интересно. А я же расскажу более подробно о нашем походе, который планируется совсем скоро. И мы, как известно, приглашали с собой желающих помочь в нашей поисковой экспедиции в поисках причин трагедии, которая произошла в 1959 году. Это предложение остается в силе. Естественно, мы не зовем туда людей, тех, которые приедут туда просто заселфиться. Мы приглашаем людей, поисковиков, которым на самом деле интересна причина трагедии, которые изучают эту тему по многу лет, которые хотят, желают докопаться до истины. Так вот, билеты мы уже взяли. С Новокузнецка до Екатеринбурга мы выезжаем 29 июня. На поезд Екатеринбург-Ивдель мы садимся 30 июня в 13.30 по местному времени. В Ивдель прибываем 1 июля в 1.50 ночи. Заброску мы еще не заказывали. Это будем делать чуть маленько позже, нанимать ГАЗ-66 с Ивделя до так называемой базы Ильича, откуда мы начнем свой маршрут. Кстати, спонсором заброски является всем известная женщина под псевдонимом Ирина Крин. Она перечислила 10 тысяч на аренду ГАЗ-66 для всех участников поисковой экспедиции. Все, кто с нами поедут помогать, все могут рассчитывать на эти деньги при заброске. Ирина уже много лет очень заинтересована в раскрытии причин этой трагедии. И она всеми силами пытается помогать поисковикам. Мы звали ее с собой, но, к сожалению, она отказалась. В эти сроки она будет занята. Но свой вклад в участие она решила сделать вот именно таким способом. Помочь всем с заброской. Спасибо большое Ирине. Нам остается только всеми силами пытаться оправдать ее ожидания. Мы для этой экспедиции в этот раз приобрели счетчик Гейгера-Мюллера. На протяжении всего нашего маршрута будем везде замерять нормы микрозивертов, замерять радиацию. Это детектор ядерного излучения КБ-6011. Мы нашли очень мощный, но достаточно компактный прибор, который уже предварительно приобрели и протестировали. Также опять берем с собой металлоискатель. Нам надо обследовать район озера под Атартеном. Нам надо обследовать район Кедра, где были найдены тела участников экспедиции группы Дятлова. Вот такие задачи стоят перед нами. Первые два дня мы будем подниматься от базы Ильича на перевал Дятлова с рюкзаками. Это всего 28 километров. Но перепад высоты присутствует. Поэтому если мы с тяжелыми рюкзаками не поднимемся за два дня, то поднимемся за два с половиной. Далее у нас планируется три ночевки и два полных дня для поисковых работ в районе Кедра. Также есть планы подняться на вершину Халачахль в переводе Гора Мертвецов и посетить в очередной раз место установки палатки группы Игоря Дятлова. Это место находится на склоне Горы Мертвецов. Далее мы хотим перевалить Уральский хребет, зайти на территорию Коми и начать обследовать все долины рек вокруг вершины Атартен. После того, как мы опубликовали наш поход прошлого года на перевал Дятлова, из различных источников появилось много информации, которые требуют проверки. Вся информация касается по поводу упавших ракет, радиоактивных частей этих ракет, которые находятся в районе горы Атартен, которую, как мы предполагаем, группа Дятлова все же посетила, о чем говорят очень многие факты. На этом сейчас мы подробно останавливаться не будем. Скажу только одно, что все желающие, которые хотят помочь в наших поисках, если не захотят продолжить дальнейший маршрут от Кедра, от Горы Мертвецов, на поиски радиоактивных частей упавшей ракеты, что, естественно, очень опасно, могут закончить поход, просто вернуться обратно на базу Ильича и уехать на предварительно заказанном автомобиле ГАЗ-66 до Ивгеля. Я думаю, одной недели этого пешего похода будет вполне достаточно. Ну а те, кто не побоится с нами продолжить, и у кого есть плавсредства для дальнейшего спуска по реке Лозьва, естественно, милости просим с нами. Будем очень рады. Хотя, если никто не пойдет, то мы сделаем все это вдвоем. Мы готовимся к этому походу. Мы тренируемся усиленно уже полгода. Ольга налегает на физику, тренируется со своими спортсменами ежедневно. Я изучаю теоретическую часть. Мне физически тренироваться не нужно, я и так тренированный. Так как нам придется нести плавсредства и кучу поискового и съемочного оборудования, то в этом году мы всерьез задумались по поводу облегчения нашего всего снаряжения. Интернет-магазин Trump Sport выслали нам в подарок суперлегкие спальники, для того, чтобы мы эти спальники протестировали в условиях Северного Урала, в районе Перевала Дятлова. Это спальники летние. Но мы уже протестировали их на майские праздники в Горном Алтае. Было очень тепло и комфортно. Хотя, справедливости ради, хочется сказать, что погода была просто отличная. Не было осадков и не было заморозков. Будем надеяться, что эти спальники хорошо себя покажут и на Северном Урале. Этот тест мы будем озвучивать на видео. У этих спальниках четыре главных достоинства, которые нам были просто необходимы. Самое главное, это, конечно, легкий вес. Один такой спальный мешок весит всего 750 грамм. Раньше у нас никогда спальники не весили менее килограмма. Эти спальники сделаны из современного материала. Это практически космические технологии. Второе преимущество этих спальников, это, конечно, вот такой малый объем. А это очень важно в нашем походе на перевал Дятлова, так как рюкзаки будут переполнены. Третье достоинство этих спальных мешков заключается в том, что если будет совсем все плохо, может выпасть снег, что, кстати, летом бывает на Уральском хребте, то можно эти два спальника соединить между собой в один. Большой спальник, обняться, прижаться друг к другу, что, естественно, само собой повысит не только тепловые характеристики, но и улучшит морально-психологическое состояние. Справедливости ради хочется сказать, что это подействует только в том случае, если вы идете в поход со своей супругой, либо с любимой девушкой. Если, например, вы идете со своим другом, то соединять спальники я вам настоятельно не рекомендую. Это преимущество этих спальных мешков уже не для вас. Есть четвертый момент, почему мы выбрали именно эти спальники, попросили прислать именно их, потому что мы планируем зимний поход на перевал Дятлова, и эти спальники отлично подойдут в качестве конденсатников для пуховых спальных мешков. Кстати, именно такие спальные мешки, у кого есть желание, можете приобрести со скидкой 10% по промокоду таймень. Все ссылки будут в описании этого ролика. Интернет-магазин Trump Sport с нами теперь активно сотрудничает и предоставили такую возможность для наших подписчиков по нашей просьбе. Любое их снаряжение можете купить со скидкой 10% по нашему промокоду таймень. Ну и естественно, обязательное условие подписки на наш канал. Кстати, полтора месяца назад у нас появился видеоканал на Яндекс.Видео, где уже 1300 подписчиков. Кто еще не подписался на него, тоже приглашаем зайти на него и подписаться. Ссылку я оставлю в описании под роликом. Там мы выкладываем немного другой материал на тему перевала Дятлова. Там тоже интересно. По поводу предстоящего похода на перевал Дятлова просьба писать в телеграм-чат, либо лучше там же, прям в личку. Там вы меня можете найти. Ссылку на телеграм-чат я оставляю также под видео. Также свои контакты для потенциальных рекламодателей. Всем спасибо за просмотр.